на круглому столу. Нам, у нас очень важная задача сейчас стоит, у нас есть переводчики, и те, кто здесь были, наверное, уже понимают, переводчики у нас могут переводить только если слышат микрофон. Если они не слышат микрофон, вопросы, обсуждения они не могут переводить, соответственно, чем ближе вы к этому вот, к столу, к этому кругу, тем больше возможности поучаствовать в данном круглом столе, потому что если вы захотите задать вопрос, вам нужно будет подойти к микрофону и задать его. Обязательно, только не забывайте. И желательно говорить, кто вы и откуда, и почему. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы отвечающие понимали, откуда идет вопрос и так далее. Значит, меня зовут Тигран Шмис, меня поставили модератором. Я думаю, что справедливо будет еще включить в такой расширенный состав модераторов еще Йошикаго. У нас очень большой гость здесь присутствует. Йоши занимается, отвечает за все дошкольное образование в ЮНЕСКО. В этом смысле вот у нас есть человек, который большое значение в мировой практике имеет. Значит, поэтому вот я буду делить, наверное, в некотором смысле роль модератора с Йоши тоже иногда. Ну, и у нас будет, у нас есть список участников обозначенный. У нас есть Ирина Всеволодовна Абанкина. Насколько я понимаю, она не подтвердила сегодня свое участие по причине болезни. У нас есть Бодрова Елена Вячеславовна в списке. И Бодрову Елену Вячеславовну будет представлять Ирина Бакадорова, которая здесь присутствует. Ирина сделает презентацию от фонда рыбаков, но презентацию они готовили совместно, ну и продумывали совместно. Сделает презентацию Йоши. У нас на подъезде сейчас Инна Викторовна Каракчиева, специалист управления научно-исследовательских работ Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. У нас Комарова Ирина Ильинична, кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник Всероссийской Академии Внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. Комарова Ирина Ильинична, она сможет обозначиться. Да, здрасте. Значит, у нас есть Насир Махмуд, профессор открытого университета Аллама Икбал, Пакистан. Есть у нас Насир Махмуд в группе? Ну, он, может быть, подойдет. Насколько я понимаю, он заявился и, может быть, будет. У нас есть Устинова Мария, аналитик и специалист в области образования в Всемирном банке. Моя коллега Мария Устинова. Прошу любить и жаловать. Значит, о формате. Мы намеренно выбрали формат круглого стола, не презентации, которые у нас обычно происходят, а круглого стола для того, чтобы вы максимально смогли поучаствовать, и задать вопросы. Все вопросы, которые вас интересуют. Это очень важно, мне кажется, потому что мы затрагиваем впервые эту тему. Я могу сказать, что мы, наверное, должны были лучше готовиться к ней. Но поскольку она впервые, то я думаю, что мы в основном будем обсуждать вопросы таких баланса, эквилибриума, что такое эффективность и как вообще в принципе расцениваются инвестиции в дошкольное образование. Я сделаю небольшую вводную презентацию. У нас, к сожалению, формат еще такой. Маша Устинова будет рассказывать немного про эффективность в образовательную среду. Вы знаете, мы много этим занимаемся. У нас образовательная среда такая, что надо встать, пойти туда и оттуда делать кнопки нажимать. Это не очень правильно, но я постараюсь быть максимально эффективным в этом смысле. Итак, продолжая этот разговор. Я сделаю очень коротко презентацию. Я хочу начать с того, что мы сделали… Всемирный банк в этом году впервые опубликует доклад о международном развитии, который называется «Обучение для реализации образовательных перспектив». Learning to realize education promise, если по-английски. Многослойное такое название. Сложно было перевести на русский. Мы делали конкурс такой большой. В том числе, в принципе, доклад очень большой. Он включает в основном вопросы обучения или учения школьников в системах образования мира. Это большая группа авторов. Это большой доклад, много страниц. Мы уже несколько месяцев готовим его перевод. И перевод доклада уже скоро будет доступен аудитории. Я надеюсь, что мы к концу мая все-таки сможем какую-то версию доклада уже сделать публичной на русском языке. Он переводится на много языков. Сейчас, по-моему, на французский, на испанский, на португальский и так далее. И что мы сделали? В общем говоря, это очень интересно в контексте эффективности, в контексте дошкольного образования в том числе. Всемирный банк этим докладом объявил кризис системы образования в мире. Почему мы говорим про кризис? Мы говорим про кризис, потому что мы понимаем и довольно много данных мы сейчас имеем о том, что система образования есть, дети в системе образования есть более или менее, но система образования не работает, потому что нет именно обучения или учения. То есть дети, заканчивая систему образования, во многих странах не достигают уровня обученности, не достигают того потенциала, которые система могла бы дать. И мы, естественно, мы его пытаемся анализировать в этом докладе с разных сторон. И мы понимаем, что, во-первых, есть вопросы, касающиеся именно подготовленности детей к обучению в школе. Это как раз наша тема, дошкольное образование и раннее детское развитие. Мы затрагиваем тему учителей, которые и воспитателей касаются, в том числе в Российской Федерации. Насколько они обладают навыками. Ну и большой еще вопрос, насколько, собственно, хватает учителей, чтобы все эти условия предоставлять для детей. Вопрос ресурсов связан, естественно, непосредственно это тоже в некотором смысле связано с тем, что мы делаем сейчас по поводу реформ в России, когда увеличивается количество пространств. И один очень существенный момент – это качество управления. Этот вопрос, конечно, и эта проблема, она всплывает довольно часто в отчете. Ну и дальше попытка проанализировать более сложные материи. Это как теперь это все вместе работает для того, чтобы система улучшалась. Или какие меры нужно принимать для того, чтобы все это вместе работало. Ну вот немножко статистики. Это довольно интересные данные, потому что мы попытались, наши коллеги попытались оценить информацию уже вот такого на протяжении даже может быть века или нескольких веков. Сколько вообще детей посещали школу на протяжении долгого времени. И вы видите, что начиная с, ну более или менее, там, к началу 2000-х годов в мире охват базовым образованием, это все, что касается, ну или начальной школы, все, что касается известных нам целей развития тысячелетия, когда весь мир решил, что мы будем этим заниматься. В принципе, это сработало. То есть дети пошли в школу. В большей степени они пошли в начальную школу, меньше в среднюю, но они пошли в школу. И это, собственно, сам факт того, что дети пошли в школу, что появились системы, которые позволили что-то теперь потрогать или пощупать с точки зрения достижения детей, позволил исследователям всего мира понять, что работает не так. То есть дети пришли в школу, но дети не учатся. Вот один из таких факторов, это то, что мы смотрим на достижения детей в разных категориях знаний, это математика, чтение. И вот можно посмотреть, сколько в процентах учащихся начальной школы, которые демонстрируют на выходе из школы, собственно, результаты выше минимально необходимого уровня. Вы видите, что страны с низким уровнем дохода и страны с доходом ниже среднего в значительной степени не обучают детей. То есть видно, что мы и по математике, и по чтению дети действительно выходят из школы не обученными. Здесь есть разрез по доходным группам стран, есть разрез по, собственно, странам разных регионов мира. Что хорошо для России? Мы находимся в регионе мира, который действительно один из самых умных регионов, если мы будем смотреть по достижениям школьников. То есть в Европе и Центральной Азии, сюда же включаются, естественно, все развитые страны, Евросоюз. Естественно, мы наслаждаемся тем, что дети у нас получают высокий уровень образования, но и конкуренция в этом регионе высокая. И страны достаточно внимательно друг на друга смотрят, как сделать так, чтобы дети еще лучше учились и еще лучше успевали. Ну, естественно, Россия входит в группу стран, в группу доходных стран с доходом выше среднего. Это большая возможность. Но я не буду здесь долго говорить про ПИЗа. Что вот здесь можно еще отметить? Что вот этот график показывает эффективность системы обучения. То есть количество годов обучения и отдачу. Ну, это все, конечно, методы статистические. Но вот эта пустая вот белая, белый верх на графиках показывает, насколько дети недоучились, по сути дела, в разных странах, в разных системах. То есть сколько всего лет учились и сколько они недобрали в этой системе. Это аппроксимация через данные Teams. Но вот мы здесь утверждаем, что люди в возрасте 25-29 лет, примерно это уже люди, которые готовы идти на рынок труда, вот столько они недобрали от системы образования. Ну и, конечно, это вопрос эффективности системы образования. Еще один сюжет, который мы поднимаем, связан с тем, что результативность системы образования не связана впрямую с количеством лет, которые дети посещают школу. То есть можно посещать школу 12 лет, но при этом эффективность результатов системы не будет давать нам необходимое количество знаний или необходимый уровень знаний. И вот здесь вы видите, с чем связан доход. Это именно результаты тестирования, которые показывают количество лет обучения, или результаты тестов когнитивных. Вот вложение в знания, в обучение, в качество знаний гораздо выше, чем обеспечение того, что дети ходят в школу или находятся в ней долгое время. И вот этот сюжет, который для меня, мне кажется, очень важный с точки зрения эффективности, это показано распределение уровня, это пока не переведено, но это примерно такой тест, который сдают управленцы, которые, собственно, в системе присутствуют. Здесь нет данных России, это хорошо, а может быть плохо. Вы видите, что разные страны показывают… Вот синяя линия – это распределение тестов вообще во всей индустрии, в бизнес, включая бизнес, в публичный сектор и так далее, в производительный сектор. Есть сектор образования, и мы видим распределение, как они отличаются, уровень управления в секторе образования, насколько он отличается от уровня распределения в уровне в индустрии. То есть уже производительность, собственно, сектора бизнеса и так далее. Можно посмотреть, что, например, вот Танзания, ясный пример, Индия, Бразилия. В Танзании даже уровня среднего по уровню экономики, грубо говоря, в индустрии, учителя, даже самые лучшие управленцы системы образования не достигают среднего уровня индустрии. Поэтому мы, в принципе, можем точно говорить, что управленцы, которые работают в системе, наверное, должны получить какие-то специальные программы, чтобы уровень управления в системе образования был, как минимум, наравне с уровнем производительного сектора. Но вы видите, что проблемы разрыва в некотором смысле, они есть и в Канаде, и в Соединенных Штатах. То есть тоже отстает. Но не так сильно отстает, как в странах других. Ну и я бы, наверное, я долго не буду говорить. Я думаю, что важно сейчас с точки зрения дошкольного образования, и что важно некоторые вопросы, которые можно было бы поднять. Значит, какие меры, собственно, Всемирный банк и наша организация предлагают для того, чтобы эту систему преодолеть, эту проблему преодолеть, или как победить этот кризис обучения в школе. И мы говорим о том, что есть, естественно, простые решения, в некотором смысле это готовить детей и молодежь к обучению, собственно, определить детей на траектории высокого развития через программы раннего детского развития. И это все, что связано с дошкольным образованием и ранним детским возрастом. Собственно, необходимо повысить эффективность обучения. И здесь вот для нашего круглого стола, мне кажется, очень важный вопрос. Эффективность системы образования, эффективность системы обучения, это такой разрыв, мне кажется, он имеет в некотором смысле такую логическую проблему понимания. И вот еще одна история связана с фокусом на том, чтобы все ресурсы, которые направлялись в систему, были направлены на обучение. В нашем круглом столе будут разные спикеры, которые будут говорить на разные темы. Но я надеюсь, что мы будем собирать это все в единую картинку потом. Но я буду стараться во всяком случае. Что для меня важно, я здесь буду пропускать разные слайды. Мне кажется, что один из таких вопросов, которые я бы хотел для круглого стола поднять, это, собственно, эффективность, как баланс между долгосрочной и краткосрочной эффективностью. То есть как мы понимаем эффективность? Если вот мы сейчас… Кто считает, что эффективность – это… Давайте руки прямо поднимем. Кто считает, что эффективность – это экономия? Поднимите руку. Экономия на ресурсах, экономия на… Ну вот у нас есть одна или две руки. Вопрос теперь дальше. Вопрос про эффективность. То есть это довольно часто политиками и населением понимается так, что если люди заговорили про эффективность, особенно банки, значит, будут сокращать издержки или расходы. И это можно делать, если мы говорим о карткосрочной. Ну, например, вы строите дом, вы можете построить его задешево. Сколько этот дом будет стоять, и как этот дом будет работать для тех, кто в нем живет – это другой вопрос. Если вы говорите про эффективность в долгосрочном периоде, вы смотрите на те результаты системы, которые вы хотите достичь. Ну вот если мы говорим о результатах, опять же, мы про них довольно мало говорим, что мы хотим, чтобы наши дети на выходе из дошкольного образования или на выходе из системы образования знали, умели, понимали и делали. И из этого выстраивать систему того, каким образом ресурсы распределять в системе для того, чтобы достигать этой цели. Мне кажется, что это большой вопрос и большая задача для любой страны, не только для Российской Федерации. Сейчас все пытаются на этот вопрос думать. Я предлагаю нам вместе о нем подумать тоже. Ну и, естественно, умная эффективность, я бы так сказал, она позволяет ускорять развитие экономики и благосостояния детей и семей. Это очень важно. Про это тоже мы можем пообсуждать. Ну и вот я на этом закончу и буду дальше модерировать. Ко мне сейчас можно адресовать вопросы. Давайте пообсуждаем, один круг сделаем, и дальше мы пойдем к следующему презентеру. Я пока перемещусь. Пожалуйста, вопросы. Когда вопросы задаете, нажимаете кнопочку, задаете вопрос. А где можно с докладом этим познакомиться? Сейчас познакомиться с докладом о мировом развитии можно на сайте Всемирного банка. Это просто. Вы делаете Google, делаете WDR 2018. И вам ссылка сразу появится. Но там пока нет русской версии. Русская версия будет появляться. Пожалуйста. Можно вопрос. У нас круглый стол называется инвестиции и эффективность дошкольного образования, раннего детского развития. Вот у меня вопрос, каким образом сейчас организована поддержка вот тех высокотехнологичных проектов, которые позволят решить проблемы многие и ответить на вызовы, в том числе и цифровой эпохи. Просто сейчас все эти связаны, если это развитие систем, они дорогостоящие. Вот как на данном этапе организована поддержка? Что делать? А когда вы говорите про технологические сюжеты, можно поподробнее? Например, это мобильное приложение, которое позволяет развивать речь с нуля и до первого класса. Нулевой уровень первоначальный. То есть есть уже концепция, есть идея, есть прототип, но требуется финансирование. Вот как в текущей системе этот проект реализовать? Это интересный вопрос. На самом деле я сам молодой отец и скачиваю разные приложения. Я точно знаю, что их сейчас много, рынок их производит, но я не знаю ни одной страны, которая бы системно делала какую-то такую поддержку. Мы каждый раз, когда мы про ИСИТ начинаем говорить в дошкольном образовании, начинаются дебаты. У нас некоторые предыдущие участники в этой комнате ушли. Тут был большой вопрос. Лично прямой ответ, пока таких программ широко, которые поддерживают ИКТ в раннем детском развитии или в дошкольном образовании я пока не видел. То есть в основном все, что делается, это система управления образованием, сбор данных или поддержка учителей, обмен между учителями. В России тоже на разном уровне, на локальном есть такая инициатива. Google Scholar, там есть Google Class, по-моему, есть возможность организации разных работ между взаимодействием учителями. Но чтобы именно содержательная работа велась в государстве по поддержке, особенно в раннем возрасте от 0 до 3, этого нет, к сожалению, пока что. Кто-то в таком случае действует, то есть искать частных инвесторов или фонды, потому что, ну, то есть, если идти в фонды, вот, например, развитие интернет-инициатив, их в первую очередь интересует бизнес-составляющая. То есть а сколько, получат ли они через 3 года 30% прибыли на этот проект? Ну, а если это все-таки государственная, скажем так, значимость, большая, это для развития русского языка по всему миру, потому что мобильные приложения ты можешь в Индонезии скачать, можешь в Австралии, и с нуля учить русский язык. То есть планета заговорит по-русски через какое-то время. Но вопрос, это скорее государственная важность. То есть я 30% обещать, конечно, не могу через 2 года. Ну, у вас хороший способ убеждать. Значит, я думаю, что этот вопрос, этот вопрос, конечно, важный. И, ну, у меня здесь есть простой ответ. Пока в обществе нет консенсуса по поводу, собственно, важности и эффективности, этих программ, сложно будет ожидать какого-то государственного решения по этому поводу. То есть мы пока не знаем точно, и это большая проблема на самом деле, мы пока не знаем точно, как ИКТ влияют на развитие образования, в принципе, обученность или обучение. На самом деле, если говорить про уровень, уровни даже выше, здесь Йоши, может быть, тоже что-то может сказать. Вот ОСИД совсем недавно выпустил анализ ПИЗа 2015-2012, которые говорят о том, что наличие много ИКТ в школе не ведет к повышению результатов обучения или повышению результатов ПИЗа. И на самом деле это большой вопрос для нас, международных таких людей, которые, собственно, пытаются понять, куда правильно вкладывать. Большой вопрос о том, опять же, как делать так, чтобы эти технологии работали. И сейчас идет много как раз обсуждений, как действительно педагогически использовать ИКТ так, чтобы они работали. А это связано опять с эффективностью, с учителями, с подготовкой. И это разворачивается в большой такой список вопросов и программ. Ну, мы надеемся, что эти вопросы будут решены, но они, скорее всего, будут решаться так. Сначала в средней школе, старшей школе, потом вначале это все придет. Только потом начнут дошкольным образованием заниматься, скорее всего. И встречный процесс будет идти, потому что дети уже готовы, они уже все это понимают и знают, а учителя будут потихонечку так находить этот баланс. Давайте к следующей. Пожалуйста. Представляйтесь и вопрос. Евгений Закман, проект Smart Kindergarten из Латвии. Вопрос следующий. Ваша организация проинвестировала в России, наверное, определенные объемы денег. И хотелось бы узнать, какой проект вы проинвестировали и как вы оцениваете результат ваших инвестиций? Да, в России Всемирный банк инвестировал довольно широкий ряд вопросов и проектов в мире по поводу инвестиций, по поводу образования. Мы никогда не инвестировали в дошкольное пока что в России. У нас был большой проект, который сейчас застрял на определенном этапе, но мы надеемся, что это случится в какой-то момент. Но был к вопросу большой, эффективный и довольно успешный проект информатизации системы образования. Он закончился в 2008 году. И в нем, конечно, была большая попытка в семи регионах, потом там даже больше стало регионов, понять, как образовательные сети могут работать. И есть много продуктов, которые сейчас даже сегодня используются как результаты этого проекта. Мы верим, ну и по международным, по внешним оценкам, собственно, тоже они были проведены. Этот проект был один из самых эффективных в России. С точки зрения результатов. Еще один вопрос тогда, потому что я в двух шапках, я и модератор, и презентер. Пожалуйста, один вопрос. Двигаемся дальше. Встречный вопрос. Продолжение вопроса коллегии Затве. Скажите, пожалуйста, а какие тогда проекты потенциальные возможности имеют для финансирования в области дошкольного образования? В России, да. Речь идет о России. Чтобы мы примерно представляли себе круг. Это большой и сложный вопрос на самом деле. Я думаю, что долго я буду отвечать на него, если всерьез начну. Естественно, потенциал есть, влияние на эффективность, но мы про эти вещи не говорим, подразумевая, что аудитория у нас уже подкованная, уже не первый год на этой конференции. Но, наверное, всем известно, что самая эффективная инвестиция – это дошкольное образование с точки зрения государства. Про это вот сегодня еще в 3.30 будет говорить наша коллега Аманда Диверчелли на общем докладе, что если вы вкладываете 1 доллар в раннее детское развитие, то вы можете ожидать возврата от 6 до 14 по разным оценкам долларов на вот эту инвестицию. И, в принципе, считается, что дошкольное образование – это инвестиция. Теперь, насколько среда в государстве, это касается вопросов уже непосредственно регулирования организации, способствует такому росту инвестиций в дошкольное образование – это большой вопрос. Социальное предпринимательство, которое у нас всегда обсуждается, но редко происходит – это вопросы уже непосредственно системного уровня. Мне кажется, что есть много возможностей сейчас в России этим заниматься, но их могло бы быть больше. А, в принципе, в мире рост охвата частным образованием растет, он наблюдается, рост именно, что частное дошкольное образование все больше и больше набирает рост. Итак, я снимаю с себя шапку докладчика и передаю возможность сделать презентацию. Сейчас я вернусь в свое положение. Ирина Всеволодовна, поскольку у нас не смогла сегодня поучаствовать, я передаю слово Ирине Бакадоровой с докладом про эффективность программ немножечко и про программы дошкольного образования. Пожалуйста, Ирину. Спасибо. Уважаемые коллеги, меня зовут Ирину. Ирина Бакадорова. Я руководитель дошкольного направления Рыбаков фонда. Я думаю, что прекрасно, что именно в этом месте дискуссии мне выпала честь выступать. Рыбаков фонд – это на сегодняшний день единственный фонд в России, который поддерживает развитие дошкольного образования. Я представляю наш совместный доклад с Бодровой Еленой Вячеславовной. Она создатель системы воспитания Tools of the Mind и консультант нашего дошкольного направления, одновременно являясь моим преподавателем магистерской программы, которую я закончила. Это общий слайд, который содержит некоторую структуру выступления. Я буду говорить об эффективности программ дошкольного образования в США и затем перейду к связи, которая существует между эффективностью программ и тем решением, которое было принято в фонде Рыбакова о поддержке дошкольного образования. Во всем мире растет число детей, посещающих детские сады, однако этот процесс идет не всегда и везде одинаково успешно. Одной из причин, почему система дошкольного образования не так хорошо развита, как хотелось бы, даже в такой стране, как США, является в том числе и продолжающиеся споры об эффективности дошкольного образования в целом. Например, действительно ли качественные дошкольные программы могут гарантировать успешность детей в школе и после ее окончания? Или мы только можем говорить о краткосрочных результатах? Ответ на эти вопросы интересует не только исследователей, но и тех, от кого зависит принятие решений, определяющих политику образования. Появление данных о преимуществах образования в раннем возрасте дало толчок и сравнительно недавнему появлению бесплатного дошкольного образования в США. В стране нет единого закона об образовании. Образование является полномочиями Штата и определяется законодательством каждого из Штатов. По статистике на 2013 год из бюджетов Штатов реализуется 51 программа бесплатного дошкольного образования в 39 Штатах, из которых в 31 Штате программы предназначены исключительно для детей из семей с низким уровнем дохода. Здесь я обращаюсь к статистике, чтобы немножко включиться в контекст специфический, который, конечно же, отличается от российского. Государственное финансирование из федерального бюджета и бюджета Штата распределяется между государственными, частными, независимыми поставщиками услуг на общих основаниях. Федеральное правительство финансирует программу дошкольного образования для детей из семей с низким доходом. Head Start и Early Head Start представляют собой пример наиболее централизованной системы. А в общем система дошкольного образования достаточно разрознена. Как пример, в 33 Штатах поставщики услуг дошкольного образования получают финансирование в зависимости от рейдинга, так называемое связанное финансирование. Например, в трехзвездной системе поставщик, имеющий одну звезду, получает 100 долларов на ученика, 2 звезды 120 долларов, 3 звезды 150 долларов из расчета размера подушевого финансирования. Основой всех рейтинговых систем является уровень образования персонала детских садов, в особенности педагогов. Существующая американская модель дошкольного образования рассматривает эффективность в большей степени с точки зрения подготовки к школе. Вопрос о подготовке к школе стоит довольно остро, так как на сегодняшний день в США около 40% детей 5-летнего возраста плохо подготовлены к школе. Распространенным показателем эффективности являются охват дошкольным образованием и его доступность. Наиболее дискуссионный вопрос – это предоставление возможности получить дошкольное образование только тем, кому это нужно, то есть детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, либо предоставлять доступ всем, создавая для всех детей равные возможности. Большинство решений образовательной политики склоняется к комбинации этих вариантов. В всех штатах, в которых программа бесплатного дошкольного образования направлена только на детей из малообеспеченных семей, финансирование рассчитывается не по общему числу учеников, а только по числу учеников из малообеспеченных семей. Родители остальных детей оплачивают полную стоимость образования. Надо отметить, что большим риском такой системы является риск, что усилие направлено на решение проблем детей из группы риска. То есть программы носят компенсаторный характер и зачастую есть сильный акцент на компенсаторности. То есть смещается акцент с таких важных детских активностей, как, например, игра, время на нее удивляется по остаточному принципу. На первом месте становится обучение буквам, цветам и так далее, без учета возрастных особенностей детей. Можно отметить, что некоторые вещи из программ первого класса, именно в погоне за высокими показателями подготовки к школе, спускаются вниз в детский сад в попытке повысить уровень успеваемости. В результате, когда под эффективностью дошкольной программы стали понимать уровень освоения дискретных навыков, потом уже стали замечать и анализировать, что результаты тестов на эти навыки не отражают ситуацию с дальнейшей успеваемостью ребенка в школе. Ведь, например, обучение чтению письму связано со сложными психологическими процессами, такими как мотивация и настойчивость. Таким образом, зная буквы, обладев навыками чтения, затем ребенок может читать, не понимая смысла текста или слов. То есть учили по частям, а целое в итоге не складывается. Поэтому понятие эффективности программы – это очень важный вопрос. Опираясь на исследования Хекмана, можно сказать, что некоторый результат можно увидеть в долгосрочной перспективе, но нет таких точных параметров, которые могли бы нам помочь определить, куда стоит прилагать усилия. Я, например, говорю об эффекте снижения уровня преступности, которое показало его лонгитюдное исследование. Также есть пример одного из лонгитюдных исследований, не такой известного, как исследование Хекмана, когда исследовались дети, подобранные рандомно по национальной выборке. Наблюдение проводилось в течение 27 лет. В результате исследователи пришли к выводу, что те дети, которые получили более высококачественное дошкольное образование. В частности, это было связано именно с качеством самих учителей, которые оказывали это дошкольное образование, так называемые хорошие учителя. Не могу точно уточнить, какие параметры брались для определения хорошего учителя. Но, в общем, если переводить в язык цифр, то эффект, который получали эти дети, с которыми работали хорошие учителя, на протяжении всей жизни давал увеличение среднего уровня дохода на 320 тысяч долларов. Таким образом, это подкрепило результаты этого исследования авторитет педагога и важность подготовки кадров педагогического состава. Лонгитюдные исследования, безусловно, важны для исследования эффективности. Однако есть существенные риски при проведении исследований. Так, например, если исследование идет в течение 30 лет, непонятно, какие, например, с теми же учителями, какие параметры закладывались в определение, что такое хороший учитель. То есть 30 лет назад они могли быть одними, а с течением времени взгляд на это может меняться. Итак, в основном в США для принятия финансовых решений под эффективностью понимается количество детей, включенных в программы дошкольного образования, а также дальнейшая после детского сада успеваемость в школе или подготовка к школе. Одной из особенностей решений об эффективности является то, что в Америке система выборов предусматривает перевыборность через 4 года, а таким образом эффективность в основном рассматривается краткосрочной, а вот в этой перспективе именно 4 лет. По механизмам это финансирование происходит часто посредством гранта. Эффективность предоставления грантов отслеживается по таким показателям, как создание новых центров, либо увеличение мест существующих, а также изучение статистики по успеваемости. Может исследоваться также вовлеченность родителей. Как правило, это количество мероприятий, которые проводит дошкольная организация для родителей, особенно из малообеспеченных семей, а также показатели посещаемости родителями таких занятий. В других случаях целью грантовой поддержки является уменьшение размера групп или повышение квалификации воспитателей, увеличение материального обеспечения садов, а также других структурных показателей. Также в последнее время для оценки программ широко используются данные, полученные инструментами оценки качества класс и Экерс. Там в фокусе этих инструментов анализ взаимодействия в группе детского сада. Измерения, полученные этими инструментами, считаются научно-доказательными, основанными на теории детского развития. И результаты оценивания условий для развития ребенка, созданных в группе детского сада, говорят об условиях, созданных для ребенка в контексте успешной подготовки к школе. Важным элементом, управляющим таким показателем эффективности, как подготовка к школе, влияющим на получение финансирования, является выбор образовательной программы, по которой будет работать детский сад. Одним из требований, которым должно отвечать программы дошкольного образования, является наличие исследования эффективности этой самой программы. В каждом штате есть гласный или негласный список таких программ, а также требуемый фокус исследований. Например, высокий показатель по развитию навыка чтения и другим академическим навыкам. В каждом штате есть свой дошкольный стандарт. Есть стандарт для программ по условиям наполняемости групп, квалификации персонала и так далее. И стандарты о результатах ребенка на выходе. Сейчас существуют разные стандарты. Часто они предписывают авторам программы детализировать такие вещи, как, например, как влияет то, что происходит с ребенком в четыре года, как это помогает ему в дальнейшем сформировать нужные академические навыки в шесть лет. То есть нужно объяснить, что формируется в ходе занятий. Обычно, когда штат или округ принимает решение об использовании программы, они изучают данные об ее эффективности. Изучают реально, выполняются ли заявленные в программе достижения и смотрят данные об исследованиях программы. Важным является также исследование, на какой популяции они проводились, соответствует ли она, можно ли ее сопоставить с теми детьми, которые проживают и получают дошкольное образование в этом штате. Список рекомендуемых программ может обновляться, изменяться, иногда чересчур часто, например, шагом в два года, что ввергает стресс воспитателей, вынужденных каждый раз перестраиваться под новые программы. Однако механизма защиты от частной смены программ нет. В связи с этой проблемой сейчас ведутся дискуссии и есть предпосылки создания базы данных эффективных программ в образовании, которые наряду с данными исследования ее эффективности хотелось бы, чтобы содержали данные о сравнении ее программы с другими такими же программами по ограниченному числу показателей, включая также и показатели, такие как, например, общение в группе детей между собой. Представляемые результаты исследований дают представление о том, каких долговременных результатов можно ожидать от дошкольного образования. Дизайн этих исследований позволяет с большой уверенностью полагать, что причина достигнутых результатов лежит именно в применявшейся программе, а не вызвана какими-либо посторонними фактами. Некоторые специалисты, от которых зависит принятие решений о перечне программ для штата, выбирают программы не только по формальным признакам, но также еще по неформальным. То есть люди, от которых зависит принятие решений, смотрят не на то, как успешно достигаются показатели, например, по чтению и развитию математических навыков, но и также небольшой ли стресс получают воспитатели, выбирая эту программу для своей работы, а также насколько достижение результатов соответствует детским активностям, соответствующим для этого возраста. Кроме этого, есть некоторые системы оценки, которые оценивают детей. Teaching Strategies Gold. Это опросни, которые заполняют воспитатели по каждому ребенку. Они используются для оценки эффективности программы, также предоставляются по необходимости в контролирующие органы. Рыбаков фонд поддерживает идею доказательности и эффективности программ дошкольного образования. И здесь хотелось бы отметить, что одной из причин, по которой фондом было инициировано создание программы дошкольного образования, она называется «Про детей». Было наличие большого исследования программы дошкольного образования, автор которой является Елена Бодрова. Эти исследования характеризуют программу как эффективную с точки зрения как эффективных академических навыков развития, так и с точки зрения развития некогнитивных навыков. То есть эта программа является программой всестороннего развития ребенка. Елена Бодрова в соавторстве с Еленой Юдиной, известным экспертом дошкольного образования, разработали нашу программу, которую сейчас фонд опробировал. И в настоящий момент она проходит экспертизу Федерального института развития и образования на соответствие Федеральному государственному стандарту. В общем, это все, что я хотела сказать об эффективности. Спасибо большое, Ирина. Коллеги, вопросы? Я предложу вопросы для обсуждения, скажем так, для нашего круглого стола. По тому, что озвучила Ирина, мне кажется, что важный сюжет – это вот эти короткосрочные, долгосрочные эффективности, которые оценивают с точки зрения программ. По этому поводу у меня есть вопрос к Ирине. Есть ли у вас идеи по поводу того, какие критерии должны быть при оценке эффективности программ дошкольного образования в России, применительно к нашему контексту, на который нужно смотреть? Ну и, например, на что нужно смотреть в краткосрочном, а на что в долгосрочном, по вашему мнению? Безусловно, если смотреть через призму программы про детей, наша программа, она формирует необходимые ребенку навыки именно в современных условиях, такие важные, как саморегуляция, умение работать в команде, коммуникативные навыки. Но, кроме всего прочего, мы не упускаем из фокуса именно возможность подготовки к школе, только эти способы должны соответствовать именно возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Очень интересно, спасибо за такой обзор Америки, конечно, но всех, конечно, интересует в большей степени российская действительность и что будет дальше в России. Поэтому вопрос, когда вы делаете вот эту программу, которая сейчас разработана для России, какие технологические части этой программы, то есть кто является носителем в этой программе знаний? Ну, понятно, что ответ сразу может быть, что это преподаватель, но существуют ли какие-то новые технологические решения? Потому что сейчас все говорят о цифре, то есть у всех это магическое слово, цифровая цивилизация, поэтому в вашей программе это каким-то образом учтено, и насколько далеко у вас замах по развитию этой программы в этой части, в технологической, я имею в виду? Спасибо большое за вопрос. Вот в таком прямом понимании, в каком вы задали вопрос именно о цифровизации, использовании ее в детском саду, наша программа не фокусируется на этом. Но наш фокус на том, как подготовить ребенка, чтобы он мог жить вот в этой новой реальности, которая сейчас сформирована, чтобы он мог пользоваться всем тем, что сейчас привносит в нашу жизнь 21 век. Что касается технологий, то можно сказать о технологичности самой программы именно с точки зрения педагогических технологий. То есть эта программа, она содержит очень много методов, которые позволяют развивать ребенка, соблюдая индивидуализацию его развития и другие важные параметры, используя определенные технологии, которые уже описаны. То есть это не просто текст, который почитает педагог. Мы готовим педагогов именно правильно пользоваться технологиями. Они проходят процесс обучения для того, чтобы потом в течение, и в течение двух лет они получают нашу поддержку, для того, чтобы потом эффективно реализовать эту программу в своих детских садах. То есть фокусом нашей программы является в том числе ее качественная реализация. В общем, самое главное, чему мы удивляем большое внимание. Игрушки, материалы для программы дети в основном создают сами. Это развивает их и воображение, и внимание, и моторику. То есть мы стоим именно на этом. То есть для того, чтобы включиться в нашу программу, не нужно какое-то дорогостоящее оборудование. Либо что-либо для этого. Нет, интерактивных экранов не надо, но при работе с воспитателем мы используем новые технологии. То есть когда у нас педагоги обучаются, мы дальше осуществляем поддержку посредством интернета, соцсетей. Мы формируем сообщества из разных регионов, где у нас уже обучились педагоги. У нас получается такое сообщество, которое поддерживает друг друга и помогает нам продвигать идеи, которые заложены в этой программе. Высокова Татьяна, педагог дополнительного образования, автор методики от объема к плоскости, которая имеет наглость утверждать, что предыдущие конструкторы неправильные. То есть там новый конструктор придуман, в котором участвует ТОР. Все, что я хотела сказать, это передать вам большое спасибо, как члену рыбаков фонда, который я принимала участие в конкурсе. И поэтому я здесь просто благодарна. Спасибо вам большое, что вы делаете. Спасибо большое. Так, вопросы, благодарности. Значит, коллеги, вопросы есть еще содержательные? Здравствуйте, спасибо большое за выступление, очень интересно и содержательно. У меня достаточно конкретный вопрос. Вот вы говорили о том, что вы готовите ребенка к тому, чтобы он был самостоятельным, самостоятельно добывал знания, будучи уже на ступени школьного образования. Предусмотрено ли у вас какой-то инструментарий для оценки уровня самостоятельности детей, в частности, в познании? Спасибо. Специально созданных инструментов в программе нет. Вот это все, что я могу сказать. То есть мы пользуемся теми инструментами диагностики, которые существуют. Как вы оцениваете уровень самостоятельности детей? То есть ребенок – это тот субъект, который, в принципе, изначально не самостоятельный. Мы понимаем это прекрасно. И на начальных этапах педагог, конечно, помогает ребенку. Но мы хотим выйти на уровень самостоятельности, чтобы ребенок самостоятельно познавал то, что окружает его вокруг. То есть как оценить уровень познавательной самостоятельности ребенка на этапе перехода в школу? Вот о чем мой вопрос. Вы знаете, ну это вопрос немножко специфический, он скорее не ко мне, потому что я не педагог. Это скорее вопрос, больше бы хорошо было задать Елене Вячеславовне Бодровой, которая является и разработчиком, и исследователем этой области. Я только лишь могу сказать, что фокус программы – это развитие саморегуляции, то есть умение контролировать свои действия. То есть мы поэтапно, когда ребенок включается в программу, там заложены такие технологии, когда он учится планировать свои действия. То есть по сути дела можно сравнить начало, когда ребенок вошел в программу, и когда он из нее выходит, именно по сформированности вот этих вот возможностей к самостоятельному планированию, ну как пример, я могу вам сказать. То есть есть вещи, которые можно оценить по нашей программе, после работы по нашей программе. То есть вы опираетесь на теорию деятельности, предложенную Леонсием, я правильно понимаю? Нет, в основе программы лежит культурно-историческая теория Выгодского, социальная среда развития, скафолдинг, в частности, это зона ближайшего развития ребенка, то есть все построено вокруг вот этой известной теории. Системы оценки вы пока не продумывали какие-то специалисты? Нет, я не могу сказать, да, точно. Спасибо большое. А можно вот в микрофон, если, потому что никто не будет слышать. Пожалуйста, это важно, участвуйте в круглом столе, пожалуйста. Первый ближайший, да. Представляем МГППУ, независимую научную лабораторию. У нас была возможность, и мы изучили программу, которую предлагает Елена Бодрова, и посетили детские сады. Просто хотим сказать, что такая шкала существует, и у воспитателей есть разработанный инструмент оценки, который она вводит именно в компьютерном режиме. Это раз. И второе, основной момент по развитию саморегуляции является игра. И там очень технологично все представлено. У меня вопрос у ведущего к вам. Вы задаете этот вопрос, наверное, вам есть что сказать. Скажите, пожалуйста. Нет, я задаю содержательный вопрос к выступающим, потому что меня интересует именно познавательное развитие. Меня интересует вопрос оценки познавательного развития ребенка на этапе перехода в школу. Только вот поэтому. Спасибо. Я просто хотела уточнить у коллег. Игровая деятельность – это несколько другая деятельность, нежели познавательная. На самом деле сюжетно-ролевая игра – это основа по развитию всех когнитивных функций. И Елена, она в основном делает акцент на то, что через игру и происходит такое развитие. И что интересно, можно замерять совершенно разными методиками. Идут потрясающие результаты и по развитию речи, и по вниманию, и по восприятию, и по памяти. И дети, которые имеют в начале программы низкий уровень знания языка, то к завершению программы они блестяще поступают в школу. Спасибо большое. Пожалуйста. Меня зовут Светлана Анина. Я редактор журнала «Управляющий совет». Мне, во-первых, интересно, как называется сама программа. Это первый вопрос. Вы могли бы ответить? Программа называется «Программа про детей». Там есть буклеты, если кому-то интересно, можно взять буклет, посмотреть. И второй вопрос. Вообще, Рыбаков фонд, я не очень поняла связь между этой программой, которая предназначена для российского дошкольного образования, и вообще инвестициями в систему дошкольного образования. И вот как-то роль Рыбаков фонда, я первый раз, честно говоря, простите за такое незнание услышала. Можно на этот вопрос тоже ответить? Но изначально, если говорить об основателях фонда, то фонд очень молодая организация, ей всего два года. Действует она в различных направлениях. Проекты посвящены и социальному направлению, и предпринимательскому, и образовательному. Вот на этапе создания фонда, основатель фонда очень интересовалась исследованием в области дошкольного образования. Ее как раз интересовали эффективные методики с точки зрения развития современных навыков, нужных детям. И она изучила исследования, которые посвящены были программе Tools of the Mind. И следующим шагом стало желание создать эту программу, привести ее сюда, преобразовать для российской действительности. То есть это не программа перенесенная, это программа, которая использует методы, некоторые методы этой программы. Программа про детей — это российская программа, созданная для нас в авторстве с российским экспертом дошкольного образования. Таким образом, фонд решил сделать вклад в развитие вообще дошкольного образования, привезя сюда вот эту программу. Потому что в результате реализации этой программы, ее распространения, мы достигаем нескольких результатов. Это то, что у нас проходит обучение педагоги, обязательное. Это четыре тренинга в течение года и потом еще год поддержки. Только через два года можно считать, что педагог готов к реализации, качественно ее реализует. И второй — это, конечно, тот результат, который получают дети. Таким образом, у нас эффективность вклада фонда, по нашему мнению, довольно высокая. Также, что касается дошкольного образования, я могу вкратце сказать, что у нас есть еще конкурс, который направлен на поддержку педагогов дошкольного образования. Конкурс имени Выгодского. Это все в брошюре есть, да? Да, это все есть в брошюре. Кратко, да. Там все есть, и все наши проекты, региональные школы, да. Отлично. Спасибо. Я больше тогда вопросов не принимаю. У меня единственное, не вопросы такой, скорее, я повешу в аудитории вопросы. Может, что-то потом выскажется по ходу. Вот мы довольно много говорим про то, что у нас есть программы дошкольного образования, она не одна, естественно. И мы говорим, что мы хотим в детях развивать сотрудничество, навыки взаимодействия и так далее. И большой вопрос, а как, собственно, эти навыки сотрудничества и взаимодействия, особенно в групповой комнате или в классной, развиваются, собственно, с самими учителями. Насколько учителя умеют друг с другом взаимодействовать и сотрудничать? Вот это, мне кажется, большой вопрос. Если мы, учителя не умеют друг с другом взаимодействовать, сотрудничать, как они могут учить детей взаимодействовать и сотрудничать? Но это вопрос такой, скорее, для дальнейшего обсуждения. У нас следующий докладчик, Йоши Кага. Я уже представлял Йоши, и Йоши сделает доклад по вопросам именно эффективности, которыми занимаются в проекте ЮНЕСКО. Йоши, please, the floor is yours. Будет перевод с английского на русский, поэтому, если кому-то нужно, нужно включить. Можно туда поближе сесть, там будет слышно просто переводчика. Продолжение следует... Так, thank you very much for your kind invitation. Тигран, that was a really nice sort of introductory remarks to my presentation because you precisely talked about the teachers and educators, which are really important for thinking through approaches to more effectiveness and efficiency. So I did prepare my presentation based on the understanding that the focus was on effectiveness, but I'll try to comment also on the effectiveness, sorry, efficiency from the teachers' perspectives. So we know very well that quality early childhood has multiple benefits for children's society. that was already raised by Tigran and colleagues. So it's really vital to ensure that the service is of quality, is meaningful, relevant, and pertinent, in order for the early childhood services to reap benefits for the present and for the future of the societal growth. So it's just, the effort has to be really focused now on the quality as well as equity. As Tigran said, there is a learning crisis, which is very worrying, as our investments that have been made are not really generating the benefits and the effects that we wanted to achieve for our children and for our society. So, and as you all know, the teacher is really at the center of the quality because we are really concerned with process quality. Of course, process quality should be supported and is supported by structural quality. So structural quality has to be there in order to support the process quality. But then, at the end of the day, what we really want to see happening at the preschool level is that children are getting the interactions and then guidance and then experiences that are meaningful for their development and well-being. So, from this perspective, I wanted to focus on teachers. And just for information, UNESCO is working more and more on supporting quality teachers in early childhood. And so, one of the projects that I like to present here is really about collecting data and analyzing the data which are collected from the teachers. So, actually, we do know very well that teacher is at the center of the quality, but especially in developing country context, we do not have sufficient information to be able to say that which are the challenges that are facing teachers. We know from experience and from anecdotal evidences that the teacher, when they get training, when they get professional development, when they are supported with good conditions of working, then they perform well, which leads to child development, which is positive. But then, especially in developing countries, we do lack the kind of information, what makes sort of the, what are the conditions of teachers, of teaching and learning in preschool education, which ones are there, which ones are supportive, which ones are not supportive at all. So, in order to address this data issue or data challenge in terms of supporting better quality in preschool education, we embarked upon a global project, which is called the Survey of Teachers in Pre-Primary Education. So, actually, since 2016, it's regarded as a joint initiative between OECD and UNESCO, and the purpose is to develop and implement an international pre-primary personnel survey for our youth in low- and middle-income countries. So, this step instrument addresses four different policy issues. One is preparing and developing the personnel. Second is motivating and retaining personnel. Third is ensuring quality learning environments and practices. And then, lastly, understanding the characteristics of personnel and the settings of early childhood care and education. So, this is a conceptual model that we developed for the project. And the reason why we are, we have selected these four policy issues. So, if you see at the bottom here, this is prepare and develop early childhood personnel. These are the four policy issues that are addressed in our questionnaires. So, why we came to these issues? Because we are, as I said, we are really interested in child outcomes, which you can see at the far end. That's what we want to influence. Of course, the child is influenced very heavily by home learning environment and the parents and the families who are surrounding them. But then, increasingly, of course, the impact of their experiences in preschool education has a growing influence on how they develop and learn. And so, thinking about preschool education, we wanted to find out what's going on within the setting and then to see what are the needs and challenges in terms of these four different policy issues. So, the first three policy issues are addressing, essentially, about structural quality. So, meaning initial education, continuous professional development, working condition, then setting characteristics. And then, the fourth policy issue is addressing the process quality. I have a list of questions that might illustrate better what we want to collect in terms of information and data. So, I don't want to go through all the bullet points. But, for example, in terms of training and professional development, we are interested in knowing how the personnel are prepared and developed and supported in their work. We are interested in knowing who is providing these training opportunities and what are their needs, what do they think as areas that they need professional development for. In terms of the pedagogical beliefs practices and professional practices, we would like to know actually what the personnel are doing in their own settings and how do they develop and monitor development and learning and what do they believe are important for child development and how is leadership organized, because leadership is very important for supporting a better performance of teachers, which leads to, of course, better child outcomes. So, I'd like to go to the next slide. So, the expected results are the improvement of international and national knowledge base and at the international and national level, we like to spark policy debates and promote development of evidence-based policies and strategies. Our expected outputs are, of course, the survey instruments with methodology and which is consisting of three different questionnaires. One is a questionnaire for teachers and educators and auxiliary pedagogical staff. The second type of questionnaire is for the heads or the center leader of early childhood. And then the third one is combined questionnaire. So, this is essentially created through the initial phase of the implementation of the project. We realized that not always early childhood centers have essentially teachers and then leaders or center heads. There are many settings in which some of the roles of the teacher is played by the center heads. So, we, and then the centers, this happens most likely when the centers are smaller, like having one teacher or two teachers per center. So, we, that's why we have three different types of questionnaires. And so, at the end of the day, we like to analyze the data and then do the international reporting. And we will be having an international database which can be exploited further on by other people. This is a picture of project actors. So, we are working with seven countries, Dominican Republic, Ghana, Indonesia, Namibia, Philippines, Togo, and Vietnam. Of course, we involve our field offices to facilitate implementation. We set up an advisory group which consists of some experts and relevant organizations. And then, we are having support from ACER, Australian Council for Educational Research, for technical support in terms of developing and operationalizing the survey. Do I have time? It's okay? Yeah. All right. So, I'd like to highlight some of the sort of value propositions because, well, these are really the reasons why we started this project. So, essentially, it's the first international survey for low-income and middle-income countries that generate teaching personnel level data that need to ensure quality early childhood. The second is we are going to get, to be able to get international comparison of countries' strengths and opportunities in terms of early childhood personnel development and support. This is an instrument that would enable countries to hear what teachers feel and think and the reasons why they do certain things in the way that they are doing. So, it's an instrument that allows a collection of teachers' voices or teachers' practices. So, the next point is about collaboration with OECD. I don't know if anybody, any of you know about OECD or TALIS study. It's an international study on teaching and learning. And so, they essentially started developing this TALIS instrument for secondary teachers. Now, they have instrument for primary teachers, and now they are developing early childhood education personnel teacher version of TALIS. So, with OECD, we got together and thought that we could share the resources, the background research, in order for UNESCO to develop a survey instrument for teachers in early childhood, which gives us the opportunity to explore the possibility of comparing data across our steppe countries and OECD countries participating in TALIS's early childhood version, which is called Starting Strong Survey. So, and then in terms of value proposition to the countries, of course, we'd like to contribute this as an opportunity to generate evidence for formulation of national policies and strategies that work. And then, lastly, there's a lot of opportunities through the processes of instrument development, questionnaire development, validation, sampling. There are a whole series of steps that countries are undertaking with our support so that, at the end of the day, we can ensure quality data, which is comparable across the countries that have such a different context and maybe the level of capacity for implementing research. So, this is my last slide. So, this is just to let you see where we are at. So, essentially, we are sort of, we are at the time of preparing for the field trial. So, it's a small-scale implementation of the instruments, the questionnaires. So, we're working with the countries to prepare for the samples and then adaptation of the questionnaire and then making sure we get the center coordinators trained and the quality monitors trained in order to be able to accomplish this field trialing. So, thank you very much. And I just wanted to say one word about efficiency in terms of teachers. And I think that it's a very intriguing question when we look at the teacher issues because as we, well, in many, many countries, preschool teachers, kindergarten teachers, daycare teachers, they have a very long stretch of working hours. they are dealing with children for so many hours compared to, for example, primary teachers or secondary teachers. They are more limited time. They have more time for planning, which is probably paid. But the preschool teachers, in some cases, even in developed countries like in Japan, they spend their own time preparing for the materials for the next day. So, is this the kind of efficiency that we want? I mean, this is sort of making, putting burden on the teachers in order to get really great benefit without compensating them properly. So, I think in order to have an efficient early child which works, then we need to invest in teachers, but then there is inevitably cost related to that that we really need to give good working conditions for them to flourish and be motivated to work with children every day. So, yeah, maybe I'll just stop here. Спасибо, Йоши. Коллеги, несколько вопросов для Йоши. У кого есть вопросы? Йоши, thank you very much. And my question, are you planning to input this experience to Russia? Thank you very much for the question. We are, as I said, this is a collaboration, technical collaboration with OECD, but also involves other international organizations. And the way we have set up this cooperation framework is that, of course, we share the materials, the expertise, and, you know, the experience that goes with it. But then there is an understanding between our organizations that we do not overlap the countries. So, UNESCO essentially going to work with lower and middle-income countries, and then OECD working with OECD countries or high-income countries. I don't know where the Russian Federation stands. I have the impression that it's rather sort of the OECD side that that's going to be sort of related to. So, from that perspective, from the institutional perspective, I would like to see opportunities to share the experiences of this project and also the outcomes of the project and involve OECD to bring it to your country and then perhaps explore the possibility of joint collaboration if there is an opportunity. And who invests in preschool in Japan? Oh, in Japan. Interesting question. So, there are different parties that invest, of course. We have a divided system of early care and education. So, we are having the Ministry of Education taking care of kindergartens, which are for three to five years old. So, it's typically a half-day program. So, it started as a way to stimulate and to give educational experience for children. So, that's one type of services. And then another major type is child care centers, which covers zero to six years old. And it's under the Ministry of Social Welfare. So, from this perspective, of course, you can imagine that there are different ministries financing these different types of services. In kindergartens, there is, I think, the level of investment done by the government is probably a little bit higher compared to the daycare centers. But then, I know that these days, the Japanese government would like to tackle the issue of this problem of waiting lists, that we have enormous amount of children who are, you know, waiting to enter into daycare centers while there is no possibility for parents to put their children in a quality environment. So, they are trying to, for example, raise consumption tax, which would contribute to the financing of the daycare centers to increase the access. And then, of course, their parents, their business, which provide daycare centers. So, there are various stakeholders financing. More questions? More questions? More questions? Еще один принимается? Окей. Ну, я пытаюсь все время, это сложно, сделать ссылку на эффективность. Вот, действительно, мы в основном сейчас говорим про эффективность в разрезе того, что такое хорошее, опять же, дошкольное образование. И мы между эффективностью и качеством все время вот где-то в разрыве находимся, хотя мы вроде про эффективность должны говорить, но все время с учетом большого числа факторов, которые связаны с качеством. Я думаю, что ровно так, по большому счету, и должен строиться разговор между специалистами в области дошкольного образования, политиками образовательными. И он ровно так строится до тех пор, пока документы не попадают на стол чиновникам, которые принимают решения о деньгах. Вот, это очень важно, мне кажется, этот контекст, в котором мы живем, ну и не только мы, все страны в этом контексте живут. То есть как в большинстве случаев страны и образовательные политики борются, вот идет некоторая борьба, такое нахождение правильного баланса между экономией, да, средств и обеспечением качества. И каждая страна в этом смысле какую-то серединку находит. Мы знаем точно, что вот совсем недавно, кстати, благодаря исследованию OECD, которое называется PIAG, вот, по-моему, это самая свежая публикация Ханушика, известного экономиста, он показал на распределении выпускников университетов, все выпускники университетов стран брались, ну, грубо говоря, вот в этом возрасте измерялись навыки этих людей, ну, то есть когнитивные навыки этих людей, насколько они умные. И вот на всем этом распределении они поставили точку, в каком месте находятся учителя. И вы удивитесь, но на самом деле страны, которые лучшие в PISA, у них учителя всегда выше среднего. То есть там Финляндия очень выше, близко к высшему распределению, Сингапур очень близко, Южная Корея. Вот, и, в общем говоря, в некотором смысле это ответ на вопрос. То есть когда вот Йоша говорит, как учителей готовить, как учителей сохранять в системе, самое важное еще, как отбирать лучших людей для учительской профессии. Это довольно сложная задача, дорогостоящая, но мы видим, что она, в общем-то, и окупается по результатам развития этих стран экономического. У нас, но это тоже вопрос, которому мы много времени не посвящаем, но делаем такие вводные. Я предоставляю слово Ирине Викторовне Каракчиевой, которая представляет аналитический центр при правительстве Российской Федерации. У нас интересные времена сейчас в Российской Федерации, у нас много изменений, может быть, вот мы что-то услышим по этому поводу, в том числе Инна Викторовна, пожалуйста. Кликера нет, к сожалению, у нас неправильная образовательная среда, но, да, у вас будет, если можно за 10 минут уложиться, мы, скорее всего, немножко съедим обеда, но у нас интересный разговор. Добрый день, уважаемые участники замечательного нашего круглого стола. Сейчас я век цифровых технологий начну, потому что F5 не работает на этой клавиатуре. И тем не менее, говоря о инвестициях и эффективности этих инвестиций в систему дошкольного образования, а цифровая экономика, как я вчера говорила на пленарном заседании, это ключевой тренд в развитии. И в рамках цифровой экономики цифровое образование нравится, не нравится, это факт состоявшийся. Так вот, в рамках именно цифрового образования будут происходить очень серьезные изменения. Но сегодня тема и об этом, и не об этом. Поскольку перед тем, как прийти сюда, мне предложили посмотреть на эту тему через инвестиции, эффективность инвестиций, то всегда возникает вопрос в терминологии. Инвестиции – это капиталовложения, которые мы ожидаем через какой-то промежуток времени, от которых получить эффект. То есть, по сути дела, нас интересует срок окупаемости. Но, говоря о системе образования, мы прекрасно понимаем, что инвестиции в систему образования, дошкольного в частности, они окупятся, то есть дадут нам экономический эффект через десятилетия. То есть, получается, у нас с вами эффект оттянутый во времени. И, конечно, говоря о инвестициях, я не могу не уточнить один очень важный момент. Совершенно понятно, известные исследования Хекмана, которые, собственно говоря, думаю, вам уже участники говорили, показывали очень быстро. Чем больше мы вкладываем в систему дошкольного образования, тем больше у нас будет дальнейший эффект. Вроде бы все понятно, потому что именно в системе дошкольного образования закладываются ключевые, именно ключевые направления развития личности. То есть, если на этом периоде нет необходимых механизмов для того, чтобы развить, поддержать, сопровождать, в этом случае мы теряем с вами очень и очень многое. Что происходило до 2018 года? Основная ставка развития в системе образования была сделана на профессиональное образование. В 2018 год система поменялась, то есть координаты изменились. В настоящее время ставка делается именно на систему общего образования. Опять же, вчера я об этом очень подробно говорила. Где дошкольное образование является самым главным, по сути дела, флагманом дальнейшего развития. Поскольку мне дали только 10 минут, а это очень и очень мало, то я перейду к конкретным вещам, но не могу не сказать о предыдущем слайде, хотя презентации будут доступны, как мне сказали организаторы. В настоящее время мы говорим с вами о том, то есть государственная политика заявляет официально, а это майские указы президента Российской Федерации, что мы развиваем человеческий капитал, но от слов мы переходим к делу, то есть появляется ряд приоритетных проектов. Один из проектов, чуть позже я о нем скажу, ведомственного плана, то есть Министерство образования и науки Российской Федерации. Но в свете последних событий, реструктуризация системы Министерства образования, мы понимаем, что мы говорим с вами о Министерстве просвещения. Итак, для того, чтобы говорить о инвестициях и эффективности их, мы должны посмотреть, а что сейчас, то есть каков мониторинг, какая отправная точка. В настоящее время мы с вами реализуем приоритетный проект по формированию доступности дошкольного образования, и 72 субъекта Российской Федерации приближаются к отметке 100%. Если говорить о других странах, хотя представители здесь имеются, это один из ведущих показателей, то есть по этому показателю Россия является практически лидером. Если мы говорим о доступности дошкольного образования, так-то оно так, но у нас есть новое направление, а это направление связано с ранним возрастом. То есть, по сути дела, это охват образовательными программами от двух месяцев до трех лет. И в этой связи возникает вопрос, а какова доля охвата именно этой возрастной когорты. Говоря о этой возрастной когорте, мы приведем с вами дальше ряд статистических данных, но еще очень важный аспект. Дело в том, что в настоящее время можно наблюдать, то есть в 2018 году можно наблюдать пересечение, то есть формирование механизмов взаимосвязи между разными приоритетными проектами в сфере образования. Доступность и цифровое образование, доступность и создание современной образовательной инфраструктуры и так далее. Ну, как я и обещала ранее, доступность дошкольного образования двух месяцев до трех лет. Мы видим с вами тенденцию, то есть тренд на рост. По сути дела мы говорим о том, что мы туда движемся в этом направлении. Но говоря о дошкольном образовании, нельзя не рассматривать статистические данные, которые являются отправной точкой для дальнейшего развития. Итак, мы видим следующую тенденцию, что в Российской Федерации численность возрастной когорты от 1 года до 6 лет имеет тенденцию к снижению, в то время как предыдущие слайды показывали, что доступность растет. То есть, по сути дела, мы видим с вами пересечение кривых. Это ставит перед страной, перед государственной политикой, перед общественными деятелями в сфере дошкольного образования очень серьезные вопросы и задачи. Задача номер один. Что сделать, то есть какие механизмы предпринять для того, чтобы показатели все-таки численности изменились совершенно в другом направлении? Сразу же хочется сказать, что эта тенденция общемировая. То есть, развиты капиталистические страны, которые сегодня наверняка были представлены, имеют примерно такую же тенденцию, то есть на снижение численности населения этой возрастной когорты. Но, как я говорила ранее, у нас с вами действуют сейчас три приоритетных проекта в сфере общего образования. Мы помним, что с 2013 года в систему общего образования вошла дошколка. Это все перевернуло, то есть перевернуло совершенно другие механизмы, мы стали использовать, и у нас появилась совершенно другая модель. Но с 2018 года, то есть сравнительно недавно, с февраля, у нас появился новый ведомственный проект, создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест. И эта задача не только строительство, как вы видите, механизмы представлены на слайде, это и реконструкция имеющихся систем, это и выкуп тех площадей, которые нам нужны, это и капитальный ремонт. Но здесь на слайде особенно выделена поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства. Об этом чуть позже я скажу. Ну и, конечно, развитие вариативных форм дошкольного образования, тех форм, которые у нас стали приниматься очень активно, с 2014-2015 годов. Да, можно ли назвать вложение федерального бюджета в систему дошкольного образования инвестициями? Можно, но, одно но, если мы с вами оценим те эффекты, которые мы имеем. Дело в том, что это негативный фактор, но о нем надо говорить. Фундаментальных исследований по оценке эффективности капиталовложений в Российской Федерации не было уже давным-давно. В этой связи федеральный орган исполнительной власти, который курирует этот вопрос, сейчас формирует перечень тем, которые будут нужны для принятия государственных управленческих решений. Но, говоря о деньгах, мы должны с вами честно сказать, и у нас, и за рубежом вопрос о том, что надо больше средств, он звучит практически везде одинаково. Больше средств, больше капиталовложений. Но последние исследования, в том числе и по оценке качества, которые проводил Рособорнадзор, показывают, что прямой корреляции между объемом вложенных средств и результатами мы с вами наблюдать не можем. А это нас с вами настраивает на очень серьезный разговор. Сколько вот умерила, сколько надо для того, чтобы эффективность поддерживалась? Или же дополнительный влив в систему дошкольного образования, средств федерального бюджета не даст тех эффектов, которые мы можем ожидать? Эти вопросы, они, конечно, очень важны при развитии вариативных форм дошкольного образования. Тоже очень быстро и очень кратко, потому что осталось две буквально минуты, а я слежу за таймингом. Итак, среди вариативных форм дошкольного образования в Российской Федерации на 2017 год присутствовали три ключевые. Первое – это консультационные центры, и статистика есть на слайде. Семейные группы дошкольного образования при смотру, уход, вы о них прекрасно знаете. И, конечно, дошкольные группы при организациях, при вузах, при других видах образовательных организаций. Все представлено на слайде, мы видим, что в 26, например, вузах, в 12 регионах Российской Федерации такая форма оказана, то есть вот эта образовательная услуга оказывалась в условиях Российской Федерации. То есть сказать, что у нас ничего нет, будет неправильно. Говоря о негосударственных формах дошкольного образования, мы должны сказать, что да, есть проблемы, но 2%. Если вспомним, 2015 год был 1%, то есть рост есть. Другой вопрос, что может быть, нам хочется больше, но одно дело хочется, и другое совершенно, когда идет оценка, сколько нужно реально. Говоря о системе негосударственных форм дошкольного образования, мы понимаем, что это капиталовложение, как правило, негосударственных организаций. И по сути дела, когда мы говорим с вами о развитии как раз системы дошкольного образования, вот мы и перешли, мы с вами говорим о различных формах частного государственного партнерства или государственно-частного партнерства. В нашей с вами беседе и в терминологии встречается один и другой показатель, то есть термин, но в рамках федерального закона закреплен показатель государственно-частного партнерства, и у нас есть с вами федеральный закон, есть постановление правительства. Из всех форм, которые представлены на слайде, из пятерки, которые развиты в условиях Российской Федерации, наибольшие развития получили концессия и аренда, остальные в меньшей степени. Ну, чтобы не быть голословной, приведу пример. Реализация проектов. Частного государственного партнерства в системе образования. Вы видите, что большая часть как раз основана на концессионных соглашениях. Понятно, что требуют доработки, понятно, что работает пока слабо. Что необходимо сделать для того, чтобы развить вот эту форму частного государственного партнерства? Какие есть предложения от общественных организаций, от профессионального сообщества? Государственная политика выстраивается таким образом, что учитывает именно мнение общественности, что надо развивать, что не надо развивать, в какой степени. Но если говорить о формах частного государственного партнерства, надо честно признаться, что в условиях Российской Федерации в основном эта форма работает только лишь, то есть связана с инфраструктурными объектами, то есть строительство, реконструкция, но иногда аренда. Хотя потенциал очень велик. И в принципе есть расчеты, которые показывают, а сколько мы можем сэкономить, если будет развиваться та или иная форма. Ну, подводя итоги, я надеюсь, я уложила здесь минут, которые мне были отведены, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли на этот разговор. Очень бы хотелось услышать конструктивные предложения, потому что от того, насколько вы активны, насколько вы хотите изменить окружающий мир, и в частности систему дошкольного образования, будет зависеть эффективность государственной политики. Меняется ли государственная политика? Да, конечно. Отвечают ли она вызовом? Да, безусловно. Но очень важный вопрос. А есть ли социальный запрос со стороны общества, со стороны профессионального сообщества? Готовы ли активно участвовать в разработке основных подходов? В связи с этим подвожу итог. Еще раз огромное спасибо. Желаю конструктивного разговора. Предложение будет замечательно. Доклад закончен. Вопросы, предложения, пожелания, пожалуйста. Да, у нас немножко ограничено время теперь. Я понимаю, интересный разговор. Давайте вопросы. Первый, пожалуйста, вот там рука была. Только к микрофону, пожалуйста. Пожалуйста, к микрофону, потому что перевод у нас идет. Вам нужно выйти. Да, вот у нас так неудобно все организовано. Задать вопрос. Да. И лучше сказать, представиться. Здравствуйте. Спасибо большое. Губа Маталья Федоровна, СГУ, университет. Начальник дошкольного образования, кафедра. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас привели такие сведения, что численность детей от года до шести сокращается, и на это как бы такая тенденция общемировая. Она, возможно, и общемировая, но причины тенденции разные. За рубежом это всякие сообщества child-free, свободные от детей, и прочие какие-то проблемы и причины. Сейчас, а у нас все же это несколько другое, другая причина. Ведь до этого буквально какое-то время, с 2000 года, был сильный подъем того, что численность зарастала. Сейчас, как вы считаете, с чем это связано? Спасибо. Потому что можно вкладывать, извините, в дошкольное детство. Вы сейчас сами сказали, что вкладывай, вкладывай, не всегда результат. Но вот здесь немножко другая же сторона. Спасибо большое за вопрос. Но прежде всего, демографический фактор – это, конечно, очень важный фактор, который надо учитывать при формировании госполитики. Вместе с тем, многие причины изменения прироста или падения численности, они связаны, то есть лежат вне поля системы образования. Мы это с вами прекрасно знаем. И Российская Федерация не является исключением. То есть основные модные течения, они и присутствуют в Российской Федерации тоже. Другой вопрос. Как система образования будет реагировать? И реагирует ли на эти изменения? Ваш вопрос связан, а какие механизмы, то есть почему снижается численность? Вы об этом спросили. В связи с этим, соответственно, мой взгляд на эту проблему – это связано с тем, что доходы семейные, они не настолько высоки, что позволяют семье быть уверенным, экономически уверенным в дальнейшем развитии семьи. И поэтому, вы тоже знаете прекрасно, что приняты ряд мер государственных для того, чтобы эту ситуацию сломить. Начиная от системы субсидирования семей многодетных, прирождения детей и так далее, не буду, все присутствующие здесь прекрасно знают эти меры. Заканчивая мерами повышения доходности, то есть дохода семей. Эти меры в настоящее время приняты. Они не начали реализацию, они начнут реализацию буквально через месяц. В рамках тех процедур, которые проходят, и будем надеяться, что ситуация изменится. Спасибо. Но вопрос стоит в том, что все-таки мы не должны придерживаться какой-то моды, воспитания детей или не моды, а все-таки в том, что поддерживать. Спасибо за поддержку, это правильная политика. Спасибо большое. Мода, не мода. Вы знаете, мы не придерживаемся с вами моды, мы придерживаемся тенденций. И на основе мониторинговых исследований, проведения систематических наблюдений, выстраиваем политику. Но не учитывать модные тенденции, которые оказывают влияние, мы не можем. Вредные не надо учитывать. Спасибо. Коллеги, я можно вот тоже сюда. Я просто коллегам советую. У нас есть прекрасные ученые в Российской Федерации, которые занимаются вопросами демографии. И, собственно, история того, что сейчас у нас падает количество детей, она была объявлена еще в 2006 или 2007 году. Просто было известно. У нас просто количество женщин фертильного возраста сокращается теперь, и количество детей, соответственно, рождение сокращается. Ну, это если просто отвечать. В частности, эти ситуации объясняются тем, что у нас все еще Российская Федерация переживает волну Второй мировой войны. Если это учитывать. У нас просто все мужское население убили, грубо говоря, в войну. Практически. Поэтому мы до сих пор проблемы эти испытываем. Это демографический вопрос. Ну, есть еще разные факторы. Это, например, кризис, когда был окончание СССР, грубо говоря, у нас очень резко сократились доходы населения и прочее, прочее. У нас выросла существенно бедность. Вообще вопрос бедности очень сильно связан с количеством детей, которые рождаются. Но при этом я хочу предостеречь здесь немножко, потому что если мы на западноевропейские страны смотрим, там же вопрос бедности так не стоит. То есть семьи достаточно обеспечены, социальная поддержка есть. Но вопросы демографии тоже возникают. Но я бы не объяснял это просто какими-то модными течениями. Скорее всего, все-таки есть более глубокие вопросы, которые есть, причины, из-за которых это происходит. Мы принимаем еще один вопрос. У нас еще два доклада. Мы уже опаздываем очень сильно. Пожалуйста. Есть ли какие-то формы государственного и частного партнерства для русских семей, для дошкольного образования за рубежом? Для русского, вы понимаете. Я поняла ваш вопрос. То есть русскоязычные семьи за рубежом, поддержка государственная? Да, есть. Если необходим перечень, то, конечно же, можно познакомиться с ним и на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации, но дальше будет называться Министерство просвещения, и, собственно говоря, на сайте государственных структур. В том числе. То есть есть ряд структур, которые поддерживают семьи россиян за рубежом, но любая страна, если вы живете, скажем, в Германии, будучи русскоязычной семьей, вы получите такую поддержку в своей системе, грубо говоря, страны. То есть системы социальные работают для всех граждан, которые живут в любой стране. В принципе. Да. Ну, гражданы не только. Потому что сейчас с вопросами миграции большой. Все равно все поддерживают эту оценку, эту поддержку получают. И все дети мигрантов, которые в Германию приехали, ходят в детские сады там. Поэтому, пожалуйста, еще один, и все, мы переходим к следующему докладу. Очень важный вопрос, коллеги. Спасибо, что дали возможность его задать. Я представляю с вами Петербург, Академию постдипломного педагогического образования Юлии Викторовны Лагутина. В 2016-2018 годах мы провели такое небольшое исследование по выявлению особенностей образовательного процесса в семейных дошкольных группах детских садов. И нами было выявлено несколько моделей организации таких групп. В частности, была выявлена такая модель, которая нигде не учитывается в нормативных документах ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Это модель так называемая интеграционная, когда семейные дошкольные группы организованы на базе детских садов. То есть очень интересно, когда воспитателем является мама, она воспитывает детей, но при этом дети находятся в традиционной группе детского сада. Это нигде не учитывается, но при этом в статистике эти группы учитываются как семейные. В связи с этим вопрос. Планируется ли совершенствование нормативно-правовой базы в области организации вот этих семейных групп? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, будет происходить совершенствование, в том числе и в рамках форм статистической отчетности. Безусловно. Спасибо большое. Я должен, конечно, перед всем, всей аудиторией извиниться. У нас некоторая накладка случилась с эффективностью расходования времени. Пожалуйста, Ирина Ильинична, прошу вас сделать доклад. У нас отсюда никто не выгоняет, поэтому мы, в принципе, можем находиться здесь какое-то время. Если есть интерес, то мы продолжаем. Спасибо большое. Я долгое время занималась оценкой эффективности, но не в дошкольном образовании, а кластерной эффективности. Как член TCI меня привлекли к этой работе. Поэтому эффективность я бы сформулировала как цель, средство и результат. То есть фактически совокупность этих показателей, оно и дает в целом эффективность. Но давайте рассмотрим это все на примере дошкольного образования. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас новые знания, обновления их происходят очень быстро. Говорят, что раз в два года знания обновляются. Во всяком случае, исследователи так говорят. Давайте посмотрим, что у нас принято в профессиональных требованиях к педагогу, дошкольнику. С 2019 года, то есть с 1 января 2019 года, у нас вводится, что мы обязаны проходить переподготовку раз в три года. Зазор эффективный. Значит, это уже понятно, что эффективности не будет. Вот это только один маленький пример в целеполагании. Я, наверное, вернусь к информации. На самом деле о том, что ИКТ приходит в ДОУ, было известно с внедрения замечательного проекта ИСО, про который мы говорили чуть ранее. Я в нем участвовала, поэтому хорошо знаю, как он функционировал, и что еще осталось от этого проекта в нашей системе образования. Осталось очень много. Остались навыки. Но многое утеряно. Почему я об этом говорю? Потому что из всех программ дошкольного образования, которые вывешены были на сайте ФИРО, только одна программа сделана под информационную среду. Это программа образования для процветания. А программа, для которой создана была виртуальная среда, виртуальный детский сад, вообще даже не вошла в список ФИРО. Значит, можно здесь говорить об эффективности? То есть мы это закладываем в самом начале. Далее. Когда мы разрабатывали среду виртуальный детский сад информационную, кстати сказать, это команда, которая прошла хорошую подготовку как раз в проекте информатизации системы дошкольного, информатизации системы образования, которую финансировал Межбанк. Мы столкнулись со следующим фактом, что фактически та форма, которую заполняют все детские сады, форма Росстата, она на 50% уже не соответствует действительности. То есть нет таких форм детских садов. Возникает вопрос, как эта форма заполняется. Почему она не скорректирована под изменение законодательства? Это как бы мешает эффективности? В каком виде это мешает эффективности? В долгосрочном или в краткосрочном? То есть таких примеров можно назвать много. Я для себя пыталась разобраться с проблемами инфраструктуры. Это оказался очень полезный поиск, потому что обнаружило, что корни инфраструктуры и появление этого термина для образования как одного из элементов эффективности растут из моего любимого доклада «Брутланд», когда была создана комиссия, разработавшая четыре группы показателей, определявшие эффективность образования. Я не буду сейчас на них останавливаться, потому что я надеюсь, что многие читают международные документы. Хотя, когда задаешь вопрос, когда я читаю лекции педагогам, я вдруг с удивлением обнаруживаю, что даже российского законодательства по образованию мало кто читает. И на самом деле те показатели, которые были введены в докладе «Брутланд», они задают гораздо более широкий спектр инфраструктуры. Туда входит не только, как мы привыкли оценивать, стены, дороги, парты и компьютеры, туда входят люди, программы и атмосфера, место, на котором построено здание, архитектура здания. Сейчас задам вопрос, который мне тоже очень интересен. Все-таки считается, что выдающееся произведение архитектуры, а нам всем хочется, чтобы наши дети учились в незаурядных зданиях, они опираются на содержание. Что является для нас содержанием? Понятно, программа, по которой работает детский сад, но мы прекрасно знаем, что в ГОС нам ввел такое положение, по которому у каждого детского сада своя программа. У меня вопрос к присутствующим. Что, для каждого детского сада нужен индивидуальный проект? Я, как в прошлом архитектор, конечно, за то, чтобы у каждого сада был индивидуальный проект. Но мы понимаем, что это нереально. Я просто очень порадовалась, когда Инна Викторовна начала свой доклад с определения, потому что мы часто не обращаем внимания на определение. И это тоже нарушение эффективности. Поэтому, когда мы говорим, что инфраструктура на 10%, на 20%, на 30% повышает условия или качество образования, то о какой эффективности, то есть о какой инфраструктуре идет речь, о программах ли, о уровне подготовки кадров ли, о дорогах, которые окружают эту школу, читая детский сад, или о чем идет речь. И попыталась для себя сравнить, сделать сравнительную таблицу таких показателей о том, что определяет эту инфраструктуру. И оказалось, что фактически сделать единую таблицу невозможно. Я просто в восторге от того, что ЮНЕСКО взялось за эту работу. Обычно, когда работаешь с документами ЕС, по мопированию территорий, по мопированию кластеризации, по мопированию... Ну, очень много таких проектов есть. Это замечательно. Но вот скажите мне, пожалуйста, знает ли кто, не может кто-нибудь сейчас, вот даже после доклада Инны Викторовны, где были некоторые цифры, сказать, сколько у нас детских садов в стране? Ну вот Инна Викторовна может, а остальные? Не можем. Более того, если мы заглянем на сайт Министерства образования, мы этих данных тоже не получим. То есть вы понимаете, что система эффективности разваливается на глазах. Мне очень жалко вот это говорить. Но, тем не менее, я не буду дальше отнимать время. Если кому-то интересно, я могу подробнее потом рассказать. Но я просто хочу внести предложение, что для того, чтобы нам заниматься дальше элементами эффективности, нам необходимо, по-видимому, создать рабочую группу по составлению дорожной карты эффективности образования, где разобрать вот все эти места, вот хотя бы те, которые я перечислила. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Инна Викторовна, вы скажете, сколько садов в России? Все, кто хотят получить статистические данные, презентация есть, можете подойти взять, в том числе и по доле частных садов. Все есть. И государственных, и частных. Да, я же сказала, можете подойти и взять презентацию. Да, презентации. Ну, на самом деле, конференция предполагает, что все презентации будут розданы людям. Но я бы хотел поблагодарить, конечно, выступающую, потому что, действительно, то, что мы не знаем, ну, то есть, если идти дальше, то мы, чего мы не знаем, что мы знаем вообще, в принципе, про сеть учреждений российских. Ну, вот здания, конкретные сооружения, их адреса, в каком состоянии эти здания находятся. То есть, эта статистика, она не прозрачна, мы ничего не знаем про это. Вот я совсем недавно, ну, относительно недавно уже участвовал в проекте, в котором пытались провести такой анализ и понять, это действительно создание карты, это географические координаты каждого учреждения, это некоторая привязка его характеристик к этому учреждению и так далее. И это очень полезно, потому что тогда любой гражданин или министерство образования может точно сказать в любой момент, вот зайти там за три минуты и сказать, что вот у нас есть такой детский сад в таком месте, или у нас вот в этом месте есть пятно, где есть много детей, а детского сада нет. Это же вопрос еще и стратегического планирования, куда детский сад разместить, как он будет работать и так далее. И это, конечно, очень важный сюжет, который нам нужно иметь в голове. Количество детских садов, да, это действительно статистическая информация, но она, сейчас сложно сказать, даже в Москве, в Москве сейчас у нас сколько, 600 учреждений, да, примерно, они комплексы, там сколько там детских садов в этом комплексе, что это за здание и так далее. Этой статистике просто не стало, потому что они их объединили. И это довольно большой вопрос. Извините, пожалуйста, не могу, да, промолчать не могу. Дело в том, что вопросы статистики, они двояки. Вам количество или вам качество? Количество для чего? Потому что у нас в системе образования очень часто под цифрой подразумевается очень и очень многое, да, и оценки могут быть совершенно разные. Поэтому, что нет прозрачности, соглашусь, что должен быть раздел на сайте, который позволяет потребителю посмотреть, сколько, где, какого качества должно быть. Но нельзя себя снимать ответственность, потому что кто должен быть вот этим активатором, кто должен транслировать ваш заказ? Как раз профессиональное сообщество. Подобные конференции, которые в рамках резолюции конференции могут выйти федеральному органу исполнительной власти с предложением о создании такой вкладочки для потребителя. А вообще данные есть, и их можно найти на сайте Министерства образования в рамках бюджета для гражданина, если я не путаю. Бюджет для гражданина – это вот эта известная система. Где детские сады рядом с парикмахерскими, можно посмотреть, насколько качественно удовлетворены граждане. Да, и мы знаем про эту систему. Значит, про рекомендации сделаем, насколько можем. И вот ЮНЕСКО, Всемирный банк тоже немножко помогут с нашей перспективы. У нас последний доклад, на самом деле, очень связанный с образовательной инфраструктурой и эффективностью. Если кому-то хочется удержать этот интерес, пожалуйста, Мария. Ну, Мария сделает это очень быстро. Очень базовые вещи она расскажет. У Марии будет 7 минут, я думаю. И этого хватит. Мы перебрали время. Я не рассчитываю, что вы переберете, поэтому, собственно, у вас будет хорошая депутация. Коллега, я ждал. Добрый день. Я поговорю, наверное, с таком завершающем элементе, о котором мы сегодня не упоминали, точнее, начали сейчас говорить о детских садах, о физической, скажем так, инфраструктуре. Я, кстати, в голове попыталась посчитать. Мне кажется, где-то примерно 40 тысяч зданий у нас должно быть по стране. Если ориентироваться, что 990 — это частные детские сады, то, наверное, да-да-да. Я постараюсь рассказать о ключевых аспектах, на которые нужно обращать внимание при проектировании детского сада. И вообще пытаться с вами обсудить, что же такое эффективная образовательная среда. И на самом деле, когда мы говорим о том, где у нас находятся наши дети и в какой среде работают учителя, мы, наверное, должны немножко упомянуть о новых тенденциях развития образования в целом. Я вспоминаю доклад вчерашний, который делала директор института детства, педагогического института имени Герцена, который рассказывал по исследованию о взаимодействии детей и воспитателей, и выяснилось, что, несмотря на то, что дети очень любят и трогательно относятся к воспитателям, у них совершенно нет никакой возможности для того, чтобы быть самостоятельными. Они боятся, только 30% спрашивают, задают вопросы воспитателю, и 60% жаловались на то, что у них нет никакой вообще возможности проявить свою собственную инициативу. Говоря о развитии новых навыков, которые нам нужны в нашем современном обществе, мы понимаем, что как раз вот эта вот возможность научиться быть самостоятельным, возможность того, что ты начинаешь принимать самостоятельные решения, ты становишься гибким, ты анализируешь информацию, вообще являются ключевыми навыками, которые система образования на всех уровнях и должна, по идее, развивать. Мы видим, что и для учреждений дошкольного образования, в школьном образовании уже есть международные исследования, которые доказывают, что, например, среда, в которой ребенок может проявлять инициативу, помогает развивать уровень самоконтроля. Мы видим, что если образовательная среда, есть возможность у ребенка максимально использовать, мы используем все время такой термин «активное пространство», то есть это любая зона пространства доступна для ребенка, и ребенок как-то в игре, для своей какой-то жизни, своей деятельности это пространство использует. И я здесь буквально приведу в пример международное исследование. Оно касается классных комнат, но мы его постоянно приводим, потому что оно такое наиболее комплексное. По поводу дошкольных учреждений есть такие частичные исследования, например, влияние природы на дошкольную среду, влияние акустики на среду детского сада. В исследовании об умных классных комнатах показано, что различные физические параметры среды могут оказать положительное воздействие на академические результаты учащихся. Есть различные параметры. Это могут быть физические параметры, свет, освещение, качество воздуха. Мы сами, находясь сейчас с вами в аудитории, где сидит очень много людей, можем чувствовать, как эти параметры на нас влияют, это наша способность воспринимать последний доклад этой секции. Также есть параметры, например, если ребенок может как-то изменять среду, это также может повлиять на его возможность к обучению. Также сложность среды, например, какие-то цветовые решения. Все эти параметры, это уже как бы научно доказано, и значит, что при проектировании образовательных учреждений в самом начале мы должны обращать внимание на вот эти основные ключевые элементы. Мы видим, я привожу здесь пример с датского контекста, хотя я уже чувствую, что нам пора переделать этот слайд и показывать российские детские сады, потому что какие-то изменения уже есть. Они маленькие в отдельных регионах, но есть. Мы видим, что на протяжении, скажем так, начала 20 века, когда детские сады бурно развиваются по всему миру, мы видим, что, и сравниваясь со средой, которая есть теперь в современных детских садах, мы видим, что мы переходим от традиционной среды с очень регламентированными помещениями, где регламентирована каждая функция, к гибким, открытым, изменяющимся пространствам. Вот как бы можно выделить какие-то 3-5 ключевых терминов. Пространства открытые, пространства гибкие, они могут изменяться и детьми, и педагогами, они многофункциональны, используются для различной активности, они безопасны и доступны для ребенка и для учителя, и они эффективны, то есть мы их можем эффективно использовать для нашей основной деятельности. Мы периодически сравниваем стоимость строительства детского сада в разных странах, мы понимаем, что в России тоже, в общем-то, мы тратим деньги на уровне других стран Северной Европы, Западной Европы, Азии. И возникает сразу же вопрос, а насколько эффективно тратятся эти средства. И когда мы говорим о строительстве, мы очень часто, мы особенно с учетом того, что когда мы говорим о таком, большая часть у нас финансируется государством, мы думаем о средствах, которые выдаются нам на стройку, мы строим детский сад и вообще дальше забываем о том, что со зданием происходит. По данным международных исследований, выясняется, что большая часть застрат происходит в моменте обслуживания здания. Если мы посмотрим на статистику некоторых регионов, у нас была статистика по Ханты-Мансийскому автономному округу, это один из самых затратных статьи расходов регионов, это обслуживание зданий детских садов и школ. И когда мы проектируем здание, мы должны учитывать этот элемент при проектировании, обратить внимание, есть такая концепция жизненного цикла здания. То есть мы учитываем расходы на каждом этапе. На этапе проектирования, на этапе строительства, на этапе эксплуатации. И если мы предусмотрим при строительстве такие решения, которые нам помогают сократить расходы на этапе эксплуатации, скорее всего, мы эффективно с вами потратим эти средства. Эта модель жизненного цикла используется при строительстве коммерческих зданий, жилых учреждений, но, к сожалению, забыто у нас на данный момент при строительстве образовательных учреждений. Также говоря о строительстве и развитии образовательной инфраструктуры, мы не можем обойти различные ведомства. Мы знаем, что у нас есть различные нормативы, которые регулируют эту сферу, и каждый норматив на самом деле придержит определенной цели создания качественного пространства для ребенка. Но, к сожалению, можно найти некоторые противоречия. Наверное, основная цель — это создание таких нормативов, которые позволяли бы нам создать эффективную образовательную струиду. Я, наверное, пропущу примеры, вы это увидите. Мне хотелось бы коснуться, наверное, самой темы, которую мы сейчас редко упоминаем, и которая нова для нашего российского контекста. Когда при проектировании и при эксплуатации мы обращаемся к самым важным людям, которые постоянно находятся в детском саду. Это пользователи детского сада, это дети в первую очередь, педагоги, которые работают. Мне очень часто говорят, что хороший педагог будет работать и учить в любой среде. Но если у этого педагога есть возможность выбрать, я думаю, что хороший педагог выберет ту среду, которая будет поддерживать его работу. И, конечно же, в принципе, те люди, административный, технический персонал, руководство детского сада, которые тоже участвуют, в общем-то, и в образовательном процессе. Мы видим, что в скандинавских странах используется такая методика. На этапе проектирования, на этапе разработки технического задания производятся различные интервью, встречи, работа с пользованием для того, чтобы учесть все необходимые потребности тех людей, которые будут находиться в здании. Это может использоваться как для разработки технических заданий при строительстве нового здания, так и при реконструкции. В Дании есть даже специальная модельная программа, которая доступна каждому руководителю муниципалитета, руководителю детского сада или руководителю архитектурного проектировочного бюро, который может использовать определенную методику работы с пользователями и разработки технического задания. И у нас, к сожалению, для термина post-occupancy evaluation – оценка после эксплуатации. Такого термина у нас, к сожалению, русского и до сих пор нету, но эта методика используется, например, в гласанцовских странах обязательно, особенно при финансировании образовательных объектов в условиях больших инвестиционных программ, чтобы понять вообще, насколько эффективно были потрачены средства. То есть после того, как здание построено, педагогический коллектив туда въехал, дети туда поступили, они там учатся, приходят либо это какой-то исследователь, либо это тоже архитектурное бюро, они приходят и проводят тоже различные интервью, это могут быть различные форматы, и узнают, насколько эффективно, правильно используется среда. И на основе этих данных можно либо что-то в среде уже поменять, либо использовать эти данные для строительства нового учреждения. Просто пример из Норвегии. Например, это пример нашего коллеги из детского сада Восла. В саду был сделан новый пол. И вот просто примеры из интервью. Менеджер, руководительство этого строительного проекта считает, что был хороший выбран материал и с хорошей ценой, удобный для проекта. Мнение архитектора считает, что это была хорошая цветовая гамма. Воспитателю, в общем, тоже им понравилось. Это мягкий и удобный пол, на нем можно играть. Но человек, который тоже составной элемент детского сада, это человек-уборщица, которая каждый день убирает эту среду, она говорит, что я не могу убираться. Это не связано с таким, на наш взгляд, бардаком в этой игровой комнате, а с тем, что материал этого пола не позволяет правильно убирать пыль. Казалось бы, такое маленькое мнение, на самом деле влияет, в общем-то, тоже на жизнь детского сада. Наверное, я опущу и не буду рассказать. Коллеги, наверное, остальную информацию вы найдете в моей презентации. И вот это, наверное, ключевые вопросы, о котором каждому из нас, неважно вы воспитатель, директор детского сада, архитектор или руководитель местной администрации, это те вопросы, о которых нам нужно задумываться при развитии образовательной инфраструктуры. Спасибо за внимание. Прекрасно. Коллеги, два вопроса есть, прежде чем мы пойдем. Пожалуйста. Мы, очевидно, коллеги, потому что я только что, ну, разработав в Латвии концепцию детского сада как здание, а мы только что закончили в России подгонку этого здания под российские нормы. Так что это был, ну, как сейчас говорят, полный кайф. Так что мой вопрос к вам. Вот то, что вы сейчас говорили. Это относится к проектированию муниципальным или государственным заказчикам или для девелоперов? Это большая разница. Это вопрос очень такой своеобразный. Скажем так, моя презентация была общая. Она направлена и для государственного заказчика, и для девелопера. И у меня, к сожалению, было немного времени, но вот как раз тот слайд, который говорил о нормативах, я тоже на нем могу, ну, как бы рассказывать очень много интересных историй. И это на самом деле тема, которая требует, ну, такого отдельного обсуждения, наверное, отдельного семинара. Потому что, наверное, сейчас уже в России, ну, во всяком случае, в крупных городах есть некоторые примеры детских садов и школ. И уже есть сообщество хотя бы профессиональных, ну, архитекторов. Оно очень маленькое. Но вот эти вопросы, они начинают выходить, скажем так, на региональный, федеральный уровень. Я не могу сказать, что какие-то вещи меняются, но это требует очень, наверное, критической массы. Должна быть критическая масса среди людей, профессиональных архитекторов, которые понимают специфику этих учреждений. И должна быть критическая масса на уровне, наверное, муниципальных, региональных чиновников, специалистов на уровне федеральной власти, которые тоже понимают вот эту специфику. И об этом нужно говорить, постоянно обсуждать, писать. К сожалению, вот этого у нас еще пока, наверное, вот этого обсуждения. Оно есть, но его мало. Но все-таки в вашей презентации методика государственно-муниципальных и частных садов девелоперских, да? Ну, она колоссально различает. Двигать прогресс, к сожалению, наверное, для государства лежит на плечах частных инвесторов и частного предпринимательства, девелоперов. А государственные, конечно, значительно затормаживают этот процесс с точки зрения архитектурного проектирования. Потому что дигитальная среда, вот в моем детском саду, это здание, как машина по образованию. Само здание не здание, которое охраняет от окружающей среды, а которое создаёт совершенно другую среду. Ну, такая концепция. И невозможно получить заказчика в виде, например, муниципального или там государственного какого-то заказчика. Под такой проект невозможно. Поэтому только можно под частного заказчика. Я бы тут очень предостерёг от таких утверждений. Ну, например, есть другой опыт, и есть муниципальные и частные заказчики, и муниципальные, и частные заказчики, которые хотят что-то делать. Но это не система. Там такие оковы нормативные. Ну, нормативно у нас оковы у всех. В этом смысле мы в равной ситуации находимся. Йоша, you wanted to say something. Sorry to take your time. Very interesting presentation. Thank you very much. It reminds me of the words said by Лорис Манагуци about environment being the third teacher. Because the environment really is important. It invites you to do something, or it doesn't invite you to do something. Which is really a critical question in preschool education. What do we want children to experience? And do we make accessibility more easable, more easy? For example, you know, things we see around the nature, or things in the community, cultural artifacts, you know, and so on and so forth. So it's a very fascinating topic. I just have a couple of questions. One is about regulations. You mentioned regulation. I don't know if I captured everything, what you said, but I want to know in Russia, what are the elements of regulation that are concerned with infrastructure, and, well, more broadly, for early settings, early settings. Another question is why you looked at Nordic countries for comparison and for inspiration. Because we heard the speaker talking about U.S. programs, which is a drastically different country from the Nordic countries. And I'm really interested in knowing why you are inspired from certain countries. What are the reasons and what are the elements that you can learn from, and what are the elements that are difficult to consider given the particular context of Russian Federation? I will continue on the Russian then. Про нормативы. Нормативы есть различные для дошкольных учреждений. Это пожарная безопасность, строительные нормативы, санитарные требования. И, конечно, есть важный норматив, это федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет, как должна выглядеть среда. Но при стройке, к сожалению, вот этот документ не имеет особого влияния. Его прописывают в технических заданиях, но, к сожалению, архитекторы его не знают. Они не читают этот документ, они не читают эти требования. Скажем так. Я ссылаюсь на тот опыт работы с региональными специалистами. И второе, почему в данном случае я привела опыт северных стран. Тоже так получилось, что мы работали с северными регионами. Мы ссылались на опыт скандинавских стран. И в скандинавских странах, наверное, есть самый интересный опыт вот этого соучаствующего проектирования. Он интересен. То, как организуется образовательная среда в детских садах, интересно. Наверное, методы строительства тоже. По просьбам трудящихся, поправьте, пожалуйста. Поэтому поправляю. Дополняю. Не поправляю, а дополняю. У нас есть с вами первый момент. Дело в том, что строительство, стройки, дошкольных образовательных организаций, вообще общее образование, это все-таки зона ответственности муниципальных органов власти. Это очень важный момент, потому что именно эти органы власти и принимают решение о том, что, сколько и где строить. Конечно, у нас есть детские сады в меньшей степени, то есть их доля меньше, значительно региональные и еще меньше федеральных. Со всеми вытекающими обстоятельствами и действиями нормативно-правых актов в области строительства у нас есть технический регламент, который обновляется и который учитывается при строительстве дошкольных образовательных организаций в том числе. Применяются ли основные нормы? Да, применяются. Есть ли в этой части проблемы? Да, есть. Но, говоря о запросах, например, местных органов власти, муниципальных органов власти, надо сказать, что они ориентируются на реестр типовых проектов, который тоже обновляется. И последнее обновление было в 2017 году. Почему ориентация все-таки в большей степени на модели северных стран? Природно-климатические условия и уровень затрат материалов, которые используются. Освещенность, затрата на отопление и так далее. То есть вот эти все нюансы, они учитываются. Интересен ли опыт других стран? Безусловно, есть попытки и использовать другие модели, в том числе и модели азиатского сектора. Стран азиатского сектора. Можно я завершу этот разговор, ну и нашу секцию. Во-первых, я, конечно, признателен, коллеги, полчаса экстра времени и все еще у нас полаудитории. Спасибо за ваше терпение. Значит, я вот просто поделюсь. Я недавно совсем был, буквально вот я вчера прилетел из Финляндии. Мы ходили по школам и детским садам. Значит, Финляндию в этот список поставить нельзя, потому что там есть проблемы с консультационным процессом с учителями и воспитателями. То есть очень редко в Финляндии, я могу сказать по семи школам, которых я был, из двух только, из семи только в двух школах действительно был процесс, при котором было консультирование, использование мнения учителей и так далее. В остальных сюжетах учителя в основном жаловались, что пришли умные архитекторы, построили для них, ну и радуйтесь. В общем говоря, очень похоже на нас. И в этом смысле северные страны тоже северным странам рознь, но мы смотрим на лучшие примеры, в общем-то, то, чем занимаются международные организации, Йоши, ЮНЕСКО, ОСЕДИ, Всемирный банк. Мы пытаемся найти лучшие во всех странах мира, во всех уголках, в том числе в России. И этим лучшим поделиться со всеми. Я могу сказать, что программу Всемирного банка, например, работа по архитектуре, которая ведется в России, мы этот опыт сейчас распространяем в Белоруссии, в Сербии, в Румынии, даже отчасти в Перу даже была у нас возможность. То, что мы делаем здесь в России, мы привозим туда, рассказываем, и люди начинают что-то воспринимать, и какие-то программы меняются. Это так, как работают международные организации, собственно, для этого. Но, опять же, про значение в ГосДО, в архитектуре. Я в некотором смысле отвечал за эту часть, архитектурную часть в ГосДО. И, конечно, мои надежды были на то, что вот сейчас у нас появится что-то такое образовательное, и все начнут туда смотреть, как бы там архитекторы начнут смотреть, инженеры, наши проектировщики, действительно начнут думать, о том, а как тут сделать такую разнообразную среду, гибкую, трансформируемую, многофункциональную. Ну, на самом деле, этот процесс, может быть, происходит, но он происходит очень медленно. То есть, пока я не вижу изменений, скажем так, статистических отклонений нет. Но, в том числе, реестр. Я могу жестко покритиковать реестр. Реестр хороших проектов дошкольного образования нет. Я это могу сказать, точно утверждаю, потому что я его видел просто. Я его анализировал, этот реестр, к сожалению. Но, может это быть лучше? Может, конечно. То есть, мы в этом смысле, вот рекомендации, которые мы всегда даем, все-таки мы будем давать все больше и больше рекомендаций по поводу того, как сделать эти системы лучше. И вот мы даже специально в одном случае переводили датский бриф, так называемый школьный бриф. Это, по сути, задание на проектирование. Что такое датское школьное задание на проектирование? Архитектором. Это длинная большая бумага. В ней написано, как школа видит себя через 10 лет, какую концепцию образовательную в этой школе используют, как образовательные пространства друг с другом соединены. Там идет моделирование дня, воспитателя, учителя, ребенка и так далее. И только вот после всей этой информации архитекторы начинают думать о том, а как надо сделать эту школу так, чтобы она вот этим всем запросам отвечала. Причем страны делают это эффективно, удивительно. То есть за 5-6 месяцев они вот это все собирают, и уже после этого архитекторы начинают работать. И процесс, естественно, такой итеративный. Я думаю, что мы в какой-то момент к этому придем, например, вот Маша не успела показать, детский садик в Фантомансийском округе появился, потому что был запрос от губернатора на эффективность. Она сказала, я не могу дешевые, дорогие детские сады больше строить, дайте мне что-нибудь, чтобы было бы эффективно. И начался процесс думания, как сделать из детского сада на 200 детей из 400, там, 5000 квадратных метров сделать в 3000 квадратных метрах. Можно вопрос? Можно. И даже лучше получается среда. Ну то есть есть вопросы, на которые можно отвечать. Шири, да? Я все-таки вставлю там пару вещей, вопросов. Дело в том, что, надо честно сказать, что государство заинтересовано вот в этих активностях. Яркий пример. Через неделю у нас будет совместный круглый стол, как раз будет касаться вопросов разработки предложений для государства по созданию современной образовательной среды. И это мероприятие совместное со Всемирным банком. Другой вопрос, что не всегда потребителю известна та или иная информация. Не всегда знаем, где ее можно получить и что вообще делается. Но это, опять же, возможности, которыми надо пользоваться. Ну я закончу. Вот Машина презентация, там были ссылки на статьи, модельная программа. Это все есть на русском языке, это все доступно, открыто. Вы можете вот даже по этой презентации, если фотографировали, просто в интернете поискать, вы найдете ссылки на эти публикации в переводе в том числе. Поэтому мы максимально пытаемся перенести это все на русскую действительность. Ну теперь, завершая семинар, я хочу сказать большое спасибо всем. У нас на самом деле рекомендация была одна, про больше статистики, больше информации. Мы попытаемся, я попытаюсь проанализировать. Я вижу, что Йоша записывала что-то, и это хорошо. Я в нее попрошу потом эти записи. Мы сделаем такой обзор того, что мы обсуждали, и попытаемся в некотором смысле предложение в решение конференции это сделать. Спасибо всем большое за участие.